Итак, привет! Мы с вами находимся в шестом шаге по созданию эффективной рекламы и здесь мы продолжим тему, как вообще человек воспринимает рекламные сообщения, какие у него существуют аргументы, когда он принимает решение о приобретении товара, который вы рекламируете, что вообще влияет на принятие такого решения. То есть в этом уроке мы с вами затронем, скажем, суть рекламы, основной работающий рекламный механизм и необходимо начать с того, что, как в прошлом уроке поговорили о том, что любая покупка по большей части совершается человеком на основе его эмоций. То есть нельзя исключать также тот момент, что есть покупатели, потребители, которые совершают свои покупки, основываясь на твердом расчете, на логике. Но исследования показывают, что большинство, думаю, процентов 80 всех покупок, которые мы делаем, мы делаем исходя из наших ощущений и эмоций. То есть что происходит в тот момент, когда мы решаем приобрести какой-либо товар. То есть мы видим рекламу этого товара и вот здесь необходимо сразу же сказать, что существует три таких вот самых распространенных и, скажем, неправильных представления о том, что именно нас подвигает к совершению покупки. То есть три таких мифа, которые существуют в рекламе. То есть первый миф это то, что покупатель покупает именно вещь или же рекламируемый товар. То есть если задуматься, даже когда, например, мы с вами покупаем большой плазменный телевизор, на самом деле вот сама вещь, сама вот эта коробочка в пластике с вот этим вот стеклянным экраном, на самом деле, если мы его не можем подключить, скажем, к электроэнергии и подключить в него антенну, это абсолютно бесполезная вещь. То есть мы покупаем не телевизор, а, например, возможность смотреть футбол на большом экране, как раз именно этот товар с такой диагональю будет решать эту проблему. Возможность качественно смотреть сериалы, возможность получать более яркое изображение. То есть на самом деле все вещи, которые нас окружают, это, скажем, предметы, которые воплощают желаемые нами эмоции в жизнь. То есть мы хотим получить эмоцию от приятного просмотра любимой телепередачи, для этого нам необходим телевизор. То есть телевизор здесь только лишь как средство. И как раз вот используя именно цели, которые мы преследуем именно в рекламе, можно достигать очень хороших результатов. Также второй миф. Вот я сейчас нахожусь в документе Word. Это, опять же, шпаргалочка к этому видеоуроку. Она будет приложена к этому уроку. То есть вы здесь сможете посмотреть все, о чем я сейчас говорю. Значит, второй миф это то, что клиенты всегда ищут товары с лучшими характеристиками. То есть мы всегда думаем, что чем больше мы расскажем о товаре, чем более, мы скажем, развернутей представим его все характеристики. То, что наш товар такой вот уникальный. У этого телефона 150 новых функций, которые просто такие самые передовые, самое последнее слово технологий. Наш телефон прямо готов таки лететь в космос. На самом деле это полный бред. Человеку не нужны все 150 этих новых функций. Человеку нужна пара, тройка новых функций, которые он ищет. То есть это, о чем мы говорили, сужение ниши. Делайте ваше предложение как можно уже. Нельзя сразу выплеснуть всю информацию на клиента. То есть все, что вы знаете о своем товаре. Потому что в действительности получается, что по каждому пункту, каждый пункт, который вы перечисляете, падает в своем весе. То есть если вы перечисляете 150 преимуществ вашего товара, то как раз вес каждого вашего преимущества будет очень маленьким. Если же вы перечисляете 2-3 преимущества, то как раз внимание будет сосредоточено на каждом преимуществе по 30%. То есть если принять внимание ко всему продукту за 100%, то если вы перечисляете только лишь 3 преимущества, то треть времени человек потратит на изучение любого из преимуществ. То есть намного больше можно достичь эффекта, если мы не распыляемся. Об этом мы уже тоже говорили. То есть всегда клиенты ищут товары не с лучшими характеристиками, а именно с характеристиками, которые удовлетворяют их потребности. И вот третье заблуждение, на этом тоже сильно прогорают фирмы. То есть когда мы видим рекламный блок и в нем идет фраза, например, самые низкие цены. Самые низкие цены только у нас. Самые низкие цены, там скидка 30% или 35% только лишь эту неделю. Потом мы видим, что эта скидка продляется на следующую неделю, на следующую, на следующую, на следующую. И вот как бы если клиент уже отслеживает эту рекламу, то он видит, что просто они добросовестно к нему относятся. На самом деле нет такой уникальности в этой скидке. То есть клиент понимает, что его просто хотят разыграть. Ну то есть такая реклама рассчитана на разовых покупателей, которые вот реагируют на вот этот вот, я бы назвал его жирный вот такой вот рекламный крюк. То есть на него как бы ловятся случайные клиенты, которые проходят мимо. То есть клиенты, которые не размышляют. То есть всегда мы убеждаемся, что если у товара низкая цена, то соответственно такое же невысокое качество. То есть в мире не существует чудес вот именно в таком плане, всегда если в стоимость товара заложены, скажем, недорогие составляющие, его цена низкая, соответственно и качество в общем, скажем, финале таким же будет не особо высоким. Нельзя создать качественный товар и поставить на него цену очень низкую. То есть невозможно создать качественный товар из некачественных компонентов. То есть это истина. И вы должны отходить от вот этой вот фразы у нас самые низкие цены, потому что все мы понимаем, что все вокруг зарабатывает, никто не будет терять часть своей прибыли, работать в ноль необоснованным занижением цены. Всегда мы убеждаемся, что хороший товар должен стоить соответственно. То есть он не должен стоить дешево. И всегда мы ориентируемся не на цену, а на соотношение именно цена и качество. Мы выбираем оптимальное соотношение этих двух моментов. И вот это и как раз очень классно использовать именно в рекламе. Делать упор не на цену, а на соотношение цены и качества. Это вот такие вот три распространенных рекламных мифа, которые продолжают использовать различные рекламодатели в надежде, что эти мифы станут когда-то действительностью, но на практике получается отрицательный эффект. Я вот показывал вам в предыдущем уроке рекламную страничку, где на страничке очень много компаний, которые занимаются окнами. И у каждой скидки, акции идут круглый год. Акция-скидка, скидка-акция. То есть у всех одно и то же. Все пишут какие-то немыслимые проценты скидок, при этом первоначально завышая стоимость этого товара. Поэтому, если вы будете максимально и предельно честны с клиентом, то это будет чувствоваться даже через ваши рекламные сообщения. И вы никогда не увидите вот такого настроения у вашего клиента, который готов просто на вас сейчас напрыгнуть, напасть и отомстить вам за недобросовестную рекламу. Потому что на самом деле эмоции в рекламе, они очень-очень сильно влияют на общее восприятие вашей компании, вашей фирмы. То есть на эмоции человека нужно рассчитывать. Никогда негативные эмоции, какое-то расстройство или недовлетворенность не являются, скажем, следствием покупки. Всегда покупки совершаются людьми, когда товар или же услуга решают их проблему, которую они не могли до этого решить. То есть мы об этом тоже говорили в предыдущем видео уроке. То есть всегда товар должен решать потребности клиента. Так как на самом деле человек покупает не вещь, а именно решение своей проблемы. Или же, скажем, еще движущая сила, это получение желаемых эмоций. Решение проблемы и получение желаемых эмоций, радости, удовлетворенности от решения этой проблемы. Или же просто получение хорошего эмоционального состояния. И вот дальше мы с вами рассмотрим, я вам приведу, я выбрал 9 основных рекламных эмоций, которые используются в рекламе очень хорошо. И мы с вами бегленько рассмотрим каждую из них. Более детально вы сможете посмотреть эти иллюстрации в прилагаемом файле. Он будет. И вот как раз я выделила 9 основных эмоциональных моментов, которые можно использовать в рекламе. Ну вот скажите, разве вас не привлекают рекламные объявления, которые обещают сделать вашу жизнь богаче, сделать ее здоровее или же счастливее? Как раз многие рекламные сообщения не могут сделать свое предложение наглядным. То есть они представляют собой просто потерянную возможность, зря потраченные деньги. И вот здесь вот существует такое правило. Всегда формируйте максимальную выгоду в вашем рекламном предложении. И вот как раз первая эмоция. Показывайте конечный результат от использования продукта. Здесь у нас идет реклама микроволновой печи. Счастливая женщина приготовила сама это мясо на микроволновке. Муж, я так понимаю, очень этому доволен. Скорее всего он подарил эту микроволновую печь этой женщине. Женщина в вечернем платье. Просто здесь основное внимание на сам конечный продукт. Вот этот вот сочный аппетитный кусок мяса поджаристый. А самопечь даже вот выполнена таким вот прозрачным способом. То есть самое главное, что вы получаете в результате. Вот такое вот мясо на столе. Вот оно здесь жарится в микроволновке. Ну и на заднем плане можно посмотреть ее внешний вид. То есть это суперский рекламный блок, который показывает конечную выгоду. Нам интересен не сам продукт, а то, что с помощью него можно сделать. Идем дальше. Дальше тушь для ресниц. Соответственно, тоже классная иллюстрация. Два этапа. Это новая революционная тушь. Опять же, за основу взята идея. Это двухфазная тушь. Сначала мы в первый этап наносим белую составляющую. И как завершающий этап наносим черную. Здесь все показано наглядно. Это как инструкция. Ну, казалось бы, такой процесс для женщины. Но все равно очень наглядно это все показано. Ваши ресницы укреплены и увеличены на 60%. Конечный эффект как раз заключается в этой фразе. И наглядно можно посмотреть, как это будет выглядеть на женщине. Суперская иллюстрация. Идем дальше. Реклама краски для волос. Ну, тоже эффект после использования. Это красивые, приятные волосы. Девушка счастлива от того, что она выглядит красиво, ухоженно. Далее реклама средства для искусственного загара. Тоже эмоции. Одна и та же девушка в первый день, второй и... Нет, я... Значит, в первый, третий и пятый. То есть, через пять дней показан, какой возможен конечный результат. Какой до этого и какой после. Ну, здесь все просто. Просто и эффективно. На черном фоне очень выделяется фотография девушки. Потому что все сделано по цветам очень правильно. На черном очень выгодно показывать именно сам рекламируемый объект. Идем дальше. Вторая эмоция, которая очень часто используется. Ее необходимо использовать. Я назвал эту эмоцию связка. Связка, тревога и эмоциональное вознаграждение. То есть, о чем идет речь? Очень выгодно в рекламе, когда вы рекламируете товар, который реально устраняет какие-то недостатки или же проблемы, всегда разыгрывает такую вот небольшую историю. Сначала вы вызываете небольшое беспокойство и тревогу в своей рекламе. И тут же вы ее гасите своим рекламным предложением. Здесь вот в первом рекламном блоке речь идет о средстве для лечения проблемной кожи, именно угревой сыпи. Сначала идет текст. Там, где кто-то видит причину отвернуться от мира, мы видим девушку в затененной, скажем так, форме. Лицо ее скрыто, не показывается. То есть, идет акцент на проблемную кожу, которую стесняются люди показывать. И далее сразу идет фраза, которая полностью предлагает решить эту проблему. Мы видим возможность помочь пациентам с угревой сыпью. И как раз сразу рекламировано. Рекламировано товар и гарантии заметные результаты через две недели лечения. То есть, сначала разыгралась у человека тревога и некомфортное состояние. И тут же сразу это все переключилось в лояльное русло. Сразу переключилось внимание на рекламированный товар, который реально решает эту проблему. Отличный вариант. Всегда используйте такой эффект. Сначала показывайте, как, например, вы обходились до этого товара или услуги. И как ваша жизнь может измениться после использования. То есть, перекликается, скажем, с предыдущим моментом, с предыдущей эмоцией, когда вы показываете конечный результат. Но здесь, конечно, результат не показан. Просто идет упор на продукт, на то, что он решает проблему кожи. Поэтому идем дальше. Посмотрим тоже из этого ряда эмоций. Носовой платок, который грязный, абсолютно неприятный к использованию. Шариковая ручка, губная помада на нем и все такое. И дальше, в предложении, сразу же используйте одноразовые носовые платочки. Очень удобные, гигиенические, мягкие и прочные. По тексту для удобной упаковки всегда найдется место в вашей сумочке. Сразу преимущество товара налицо. Подписывается, что он небольшого размера и намного удобнее его пользовать, нежели обычные стандартные носовые платки. То есть, как вы жили до этого и как вы можете жить уже после приобретения наших салфеток. Вот это, конечно, противоречивая реклама. Она вызывает, может быть, и негативные эмоции. То есть, сделана аналогия как с диваном. На нем вот такие вот сморщенные есть элементы, части. Все это как бы наложено на фигуру девушки. То есть, с одной стороны, это неприятно, это созерцать. Но на самом деле здесь сильный эффект. То есть, этот способ очень хорошо работает. Проблема налицо. Проблема, скажем, обострена до максимума. И сразу предлагается решение. Лаборатория Виши. Крем, который не требует специального массажа. Здесь идут гарантии от использования. Дальше, как это все происходит. Небольшая иллюстрация, как кожа выравнивается. То есть, это очень сильно. Эффект, прием как раз у лаборатории Виши. Есть целая серия средств. Там и тональные средства, которые просто стекают с лица. То есть, смотрится тоже очень так спорно, ужасно. Но всегда рядом идет информация, которая полностью переворачивает настроение в этом рекламном блоке. И заводит его в нужное русло. В спокойное русло. В русло, в котором уже эта проблема решается. Дальше. Просто самое, что ни на есть, 100% работающая эмоция. Это эмоция вечной радости и счастья. То есть, когда мы рекламируем любой товар, мы никогда не ошибемся, если мы в нашем рекламном блоке, в нашей рекламе изобразим эту эмоцию. Как раз этот прием очень широко и на постоянной основе, с самого своего основания использует компания Coca-Cola. В рекламе этой компании вы всегда увидите улыбающихся, веселяющихся людей. Здесь вы увидите любовь в стиле Coca-Cola из крышечки. Здесь вы увидите семейный праздник, который проходит только лишь с использованием и с потреблением этого напитка. Вы увидите взрыв эмоций. Вы увидите планету, которая взрывается от маленькой бутылочки Coca-Cola различными красками. То есть, это очень и очень сильно. Человеку, любому, всегда хочется испытывать только лишь позитивные эмоции. И как раз вот эта реклама немножко его перемещает в мир. В мир, в котором все прекрасно, в котором все улыбаются, в котором нет проблем. И все это может сделать всего лишь наш напиток. На самом деле, это заблуждение. Не может Coca-Cola вам обеспечить такую жизнь. Но если рассматривать с другой стороны, если вы Coca-Cola предпочтете алкогольным напитком, если вы будете ее употреблять вместо них, то вот в этом я соглашусь, что жизнь может стать намного лучше, намного прекрасней. Но об этом речь не идет в рекламе именно Coca-Cola. Просто, когда мы видим рекламу этой компании, мы всегда видим радость, веселье, молодежный задор, энтузиазм. И как раз мы в этом состоянии хотим находиться, хотим в нем пребывать. Нам это приятно и комфортно. Что идет у нас дальше? Реклама пива. Как раз то, о чем я и говорил. Уже пошли рекламы алкогольных напитков, слабоалкогольных. Друзья, компания, ящик пива и наживка у них здесь есть. Это реклама пивоваренной компании, пива Рогань в нашей Украине. Также само эмоции общения друзей, радость, веселье в другой рекламной компании, другого пива, пива Славутич, тоже Украина. Там, где пиво, там веселье. Реклама сотового оператора Beeline. То есть обалденно. Всегда это весело, молодежно, прикольно. Всегда вот бело-черные линии, в которые разукрашивается абсолютно все. Начиная от шерфов и заканчивая именно рисунками на теле. Позитивные образы автоматически записываются в нашу память на долгое время. Мы хотим вернуться к этим эмоциям, хотим снова улыбаться. То есть это очень сильный ход. Всегда в рекламе используем позитивные рекламные эмоции. Эмоции сопереживания и ответственности это то, что мы используем в социальной рекламе. Когда нам необходимо обратить внимание к какой-то общественной проблеме. То есть это проблема бездомных животных, проблема экологии, проблема брошенных или же детей, которые находятся в неблагополучных странах. То есть вот как раз пример иллюстрации экологии. Greenpeace. Фотография пляжа, на котором гуляют лебеди. И на этой открытке идет черным пятном, кляксой, который можно стереть обычной копейкой. Как раз идет ассоциация с нефтяным пятном. То есть это очень сильно. Всегда использовать именно рекламные образы, которые вызывают у нас сопереживание, соучастие, такие вот искренние, честные помыслы. То есть это всегда хорошо работает именно в социальной рекламе, которая как раз и выполняет функции несения добра в этот мир. Далее эмоция, любви к детям и животным. Все детские товары, все товары для животных, это использование именно таких вот рекламных иллюстраций, где есть дети, животные. Дети иногда в нестандартных для себя позах, как вот этой вот. Дети, которые веселятся, смеются. То есть все мы любим детей, и если мы, тем более если у нас товар для детей, очень классно использовать именно фотографии детей. Потому что всегда мамы ориентируются на своего ребенка в первую очередь. Если же появляется ребенок в рекламе, то это всегда сближает рекламу и потенциального потребителя, эту маму. То есть если другие дети это пользуют, значит это будет хорошо и для моего ребенка. Ну здесь вообще креатив полнейший. Мальчик, ребенок рекламирует спагетти, идет в темноте и жует во рту у него спагеттина. То есть тоже супер. Все мы тоже иногда кушаем по вечерам, иногда по ночам. Далее использование животного в рекламе автомобиля Volkswagen. То есть я эту иллюстрацию нашел случайно, и она у меня вызвала интерес, но в каком плане. То есть в этом рекламном блоке, мы видим, лежит животное на дороге. И вот здесь я очень сильно поспорю с создателями этой рекламы. По той причине, что мужчина пытается оживить это животное. Я понимаю, оно было сбито им с помощью аккумуляторной батареи. То есть ничего как бы смешного в этом нет. Я думаю, что таким способом ему вряд ли удастся оживить это бедное животное. То есть очень спорный момент в рекламе. Вот над этим моментом использования животных я бы подумал очень сильно. Потому что то, что рекламируется автомобиль компании Volkswagen, это ясно. Потому что есть логотип. Но как вот сострадание к этому животному может быть завязано с рекламой этого автомобиля, мне непонятно. То есть здесь довольно-таки мелкий текст. Вот я не смог перевести именно идею этой компании. Но в любом случае, эта рекламная иллюстрация, она не вызывает положительных эмоций. Вызывает только лишь жалость и сожаление. Поэтому рекламируемый товар уходит на второй план и к нему формируется негативное отношение. Потому что этот автомобиль сбил животное. То есть этот момент тоже нужно учитывать. Как раз в этом рекламном блоке два сюжета, они практически абсолютно не играют в общем на весь рекламный блок. То есть они полностью противоположны и противоречат друг другу. Идем дальше. Реклама новых технологий в получении электроэнергии. Суслики монтируют солнечную батарею на крыше. Реклама вот здесь как раз в компании Volkswagen. Так. Опять же. Но уже речь идет о Volkswagen Juke. The New Beetle Turbo. И вот такая вот божья коровка. Как бы образ этого жука. У нее смещены вот эти вот пятнышки назад. То есть он очень мощный. Не все пятнышки удержались на этом жуке. Это отличный вариант. Как бы юморной, имиджевая реклама. Здесь нет фотографии этого жука. Но у всех откладывается в памяти именно, что это жук. Новый жук. И он такой весь мощный. Он красный. The New Beetle Turbo Volkswagen. Дальше черепаха, которая со стальным панцирем. Реклама строительной компании, которая рекламирует кровельные системы. То есть ваша кровля, ваша крыша такая же крепкая, как стальной железный панцирь черепахи. Суперский вариант. Быстренько идем дальше. То есть это внимательно. Вы сможете посмотреть на эти рекламные блоки и почитать мои комментарии в прилагаемом файле. Всегда человек, когда видит рекламу, в которой есть рекламные герои, он всегда стремится им подражать. То есть или же это домохозяйка, которая рекламирует порошок или пылесос, или средства для чистки окон. Или же это такой энергичный ковбой Мальбора, который просто вселяет мужество, уверенность в каждого человека. То есть интуитивно всегда человек стремится быть похожим на героев рекламы. Быть таким же сильным, быть таким же ловким. Или же, как в случае домохозяйки, так же быстро, так же качественно и классно убираться дома, так же чисто стирать. Всегда мы себя сопоставляем с участниками рекламы и как раз производители рекламы, те, кто составляет рекламу, этим очень сильно пользуются. То есть всегда рекламные образы откладываются в нашей памяти как пример для подражания. Еще одна эмоция очень сильная, это использование сексуальности в рекламе. Использование различных сексуальных образов, женщин, мужчин, тоже очень сильный момент. Но, значит, вот здесь я привел две иллюстрации. Одна у нас рекламирует женские кроссовки, я так понимаю, это 3W39NET, это размер. Это женские кроссовки, это маленькие кроссовки. И вторая иллюстрация рекламирует десерт нашей киевской шоколадной фабрики Киев Конти. Значит, здесь я хотел бы обратить внимание на такой момент. То есть всегда, когда у нас идет сильный образ в рекламе, всегда необходимо делать так, чтобы наш рекламируемый товар, в этом случае это кроссовок и в этом случае это коробка этих шоколадных конфет, десерт, то есть чтобы рекламный образ никогда не, скажем, заглушал сам рекламный товар. То есть здесь это достигается тем, что вся иллюстрация у нас выполнена в черно-белом исполнении, а кроссовок у нас цветной. То есть сама по себе фотография этой женщины, она очень сильна, но ее как бы вес компенсируется тем, что наш рекламируемый товар выполнен в цвете, а цвет всегда добавляет веса. То есть у нас получается, скажем, выравнивание на какую-то определенную плоскость, так, чтобы наше внимание одновременно было и в равной степени к женщине и к этому рекламируемому товару. Тем более, что она его так держит в руке, что в принципе очень хорошо его видно. Здесь же где-то процентов 30 иллюстраций занимает рекламируемый объект. Поэтому на нем тоже внимание концентрируется, так же, как и на мускулистом теле создателя этого женского десерта. Реклама десертных конфет, все, значит здесь есть слоган, все ради тихи удовлетворения женщин. И кто о чем думает, но всегда, всегда будут думать о том, как же это можно достичь. Неужели эти конфеты действительно могут такое совершить? Значит, мы с вами прошли 7 эмоций. Осталось 2 момента, 1 эмоция. И уже будем завершать этот урок. Значит, любопытство в рекламе или же рекламной истории. Это тоже очень интересно. Всегда человек у нас любопытен, всегда ему хочется познать нечто новое. И здесь иллюстрация даже не любопытства, а небольшой истории такой с элементами любопытства. Три фотографии. Очень быстро человек просматривает каждую из этих фотографий. Ребенок плачет, не так сильно плачет и уже улыбается. Что же произошло? Вопрос. Вот оно любопытство. Смотрим ниже и находим ответ. Потому что он в памперсах компании Pampers. Вот такая вот автология. Но, тем не менее, компания придумала этот продукт и запонтентовала это название. Всего лишь три кадра. И ребенок очень быстро, очень быстро решается проблема этого ребенка. Буквально в одном направлении. И он уже веселый и улыбается. Большая рекламная история. Дальше играем с любопытством клиента. Реклама женской клиники. Здесь манекены женщин. Все куда-то заглядывают. Все им интересно. То есть, также этот интерес возникает. Вот мы видим у других женщин, которые проходят мимо. Идем дальше. Реклама магазина косметики и парфюмерии. То есть, нестандартный дизайн, исполнение рекламы. Это уже реклама, которая используется на улицах. Тоже привлекает внимание. Что сделают эти две женщины, увидев. Они вдвоем как раз смотрят на этот объект. Что они сделают. Конечно же, я думаю, посетят магазин косметики, который находится, я уверен, вот здесь. Вот прямо напротив этого сооружения. И последнее, что хочу сказать уже в завершении. То, что никогда нельзя использовать в рекламе. То есть, то, что может повредить, абсолютно сбить потребителя с толку. Чего никогда нельзя использовать в своих рекламных целях. А это негатив и введение заблуждения. Ну, то есть, по негативу мы можем посмотреть. Вот здесь я нашел иллюстрации. Понять сложно, о чем идет реклама, не знаем. Перевод текста. Но сразу же, вот первый негатив возникает. И вот второй негатив. Очень сильный негатив. Я не знаю, я бы не обратила внимания, что продает эта компания. Не стал бы вчитываться. Ну, это лично мое мнение. Но если бы даже, я поставил бы такую задачу. На самом деле, эта компания рекламирует обуви для плохих мужчин. Я не знаю, какая была задумка создателей этой рекламной компании, рекламного агентства. Зачем использовать такие ужасные, страшные эмоции в этой рекламе? Как это может повлиять на продажу этой обуви именно для плохих мужчин? Неужели каждый мужчина старается быть таким, какой мужчина здесь представлен на иллюстрации, и при этом именно покупать обувь этой фирмы? То есть, это очень и очень плохая реклама. Мне кажется, она самая ужасная, которую я только видел. То есть, никогда не используйте негативные образы, события в своей рекламе. Это всегда отталкивает, это всегда намного дольше откладывается в памяти. То есть, всегда мы помним, что негативная информация у нас откладывается в 5 раз и держится в памяти в 5 раз дольше, нежели позитивная. То есть, нужно быть очень аккуратным и очень грамотно. То есть, в таких моментах использовать такие вот иллюстрации негатива. Лучше, конечно, их вообще не использовать. Далее, это то, о чем я говорил, реклама автомобиля «Лада Калина». Эта реклама уводит человека в заблуждение. Здесь рекламированный автомобиль отечественного автопрома собрана на коленке. Очень удачно, мне кажется. Как можно собрать автомобиль на коленке, на кухне, например, своей? Из каких материалов это будет собрано? Зачем, даже если это собрано у нас, иронировать по этому поводу? Потому что все мы знаем отношение к автомобилям отечественного автопрома. Зачем еще усугублять это положение, говорить о том, что это собрано на коленке? Да, я косвенно понимаю, что намек идет на размер этой машины. Но почему как раз напрямую об этом не сказать? Почему нельзя придумать иллюстрацию, когда эта машина в виде божьей коровки, например, зеленой? Или же это какой-нибудь кузнечик сидит в этой машине? Зачем вообще в эту иллюстрацию поставлена фотография? Я уверен, этот робот не существует на производстве автоваза. Его просто нет. Это абсолютно сторонняя иллюстрация. Она никак не относится к автомобилю. То есть этот робот никак не участвовал в производстве. Хотя здесь идет какой-то текст, что роботизированное производство, безупречное качество сборки. На самом деле это только лишь вводит человека в заблуждение и как раз вызывает у него такой вот дискомфорт. То есть человек не понимает именно сути. То, что ему хотели доказать и показать. А показать ему хотели маленький автомобиль, железное качество. То есть о качестве, я думаю, нужно говорить, когда ты это уже слышишь от других людей. Но писать в рекламном блоке, что супер качество, супер материалы, этому никто не поверит. Идем дальше. Вот здесь рекламные блоки, которые вообще мне непонятно, что они рекламируют. То есть это чистый креатив, это уже супер-супер-супер креатив, который уже понятен только лишь узкому кругу людей. И последнее, что я хочу показать. Здесь еще будет одна иллюстрация. Или же, да, одна иллюстрация останется. Это реклама, чего бы вы думали. Это фитнес-центр. Так, смерть пришла за женщиной. Все очень страшно, она с косой. Женщина вот здесь, если можете увидеть, сидит в шкафу. Просто в ужасе вся сжалась. Как вы думаете, возникнет ли у нее сейчас такое вот желание в этот момент быстренько записаться в фитнес-центр? Я думаю, нет. И такое же желание не возникнет у человека, который будет смотреть эту рекламу. У него возникнет желание быстрее убежать, скрыться, вообще унести в свои ноги, удрать. Но никак не то, что предлагается в этой рекламе. Фитнес-нетворк. Сеть фитнес-центр. Обалдеть, какой креатив. И последний рекламный блок с неправильным использованием слогана. То есть, это компания, которая, я так думаю, предлагает туристические услуги или же авиаперевозки по Вену людей. Но слоган просто убивает. Два раза в день в Вену. Я не знаю, сколько думали над этим слоганом создатели. Это шокирует, это запоминается. Но сразу идет, как бы, такая аналогия, не идет ли речь о полетах в наркотическом каком-то опьянении. Просто ужас. Да, это запоминается. Этот слоган запоминается. Он еще на такой красной плашке. Вокруг идут какие-то иллюстрации, но это никак не... Этот слоган, первое, что приходит в голову, никак не соотносится именно с путешествием, с полетами и с какими-то приятными эмоциями. Два раза в день в Вену. Ну, просто обалдеть. Поэтому мы на этом заканчиваем. Спасибо, что вы были со мной в этом уроке, рассмотрели, немножко повеселились, ужаснулись вместе со мной. Этот файл я приложу к этому видеоуроку, вы сможете еще там перечитать, может, что заметите в этих рекламных блоках, вызовет у вас интерес. Поэтому мы с вами на этом урок заканчиваем, встретимся в следующем. Все, счастливо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok